В взаимоотношениях и балансе отечественных иностранных сортов и гибридов у нас в стране. Да, на сегодняшний день селекцией маслячной культуры занимаются многие учреждения и многие компании, как у нас в стране, так и за рубежом. И рынок семян, рынок сортов и гибридов насыщен и порой даже пересыщен. И перед сельхозаваропроизводителем постоянно, ежегодно стоит непростая задача. А что же из огромного ассортимента выбрать? Поскольку каждый производитель, каждый продавец рекламирует свой товар и обещает золотые горы. И все, кто приобретает семена, вы это знаете. Чем же отличается от других производителей семян продукция нашего Федерального научного центра? Вот обратите внимание на заголовок. Адаптивные сорта соя и масочного льна. Что значит адаптивное? Вот здесь показаны основные направления нашей селекции. В первую очередь адаптивная селекция на продуктивность. Это святое, это главный признак. И любое селекционное учреждение в мире ведет селекцию прежде всего на продуктивность, на урожайность. И практика наша отечественная, особенно мировая, показывает, что повышение продуктивности у масочных сортов гибрил достигается прежде всего за счет улучшения условий питания. А там, где эти культуры менее адаптированы, там практически эти, не то чтобы практически, но площади посевов под масочными культурами уменьшаются. Вот если по сою сказать, то это практически повсеместно. Соя выращивается в очень хороших, почти тепличных условиях. Соответственно, не формируется урожай. Но, в отличие от других стран, Россия обладает не совсем благоприятным климатом для выращивания сои. Более того, по североамериканским меркам, из той площади, в несколько миллионов гектаров сои, которая выращивается на стране, но не более 10% соответствует более-менее оптимуму выращивания сои. Это значит, что 90% сои выращиваются не в оптимальных условиях. Это ведет к снижению продуктивности и так далее. И вот изюминкой, особенностью Федерального научного центра по масочным культурам, нашего центра, является селекция на адаптивность к стрессовым условиям. Параллельно ведется селекция на продуктивность. Здесь еще и повышение урожайности, повышение содержания белка. Но в то же время мы активно и много лет ведем селекцию на сокращение эволюционного периода, так, чтобы сою можно было выращивать на северной границе ареала возделывания сои в России. Ведем селекцию на засуху устойчивость, поскольку по температурам благоприятный юг России далеко не всегда обеспечен запасами влаги. Ведем селекцию на снижение чувствительности дня, чтобы можно было выращивать на самом севере ареала, на длинном дне, и можно было высевать сои в летние сроки посева на юге. Ну, естественно, селекция на устойчивость к болезням. И первое в России направление, которое сформировано и реализуется в нашем федеральном научном центре, это селекция на холода и заморозка устойчивости. И вот результатом наших совместных усилий по селекции, Минститут Центральная база, ВНИМК и наши филиалы, создана целая серия адаптивных сортов сои. И вот здесь на сложном слайде отдельные иллюстрации, в чем эта адаптивность выражается. Адаптивность может быть не только как стресса каким-то, адаптивность на улучшение благоприятных условий тоже очень актуальна. И мы получаем высокоурожайные формы, которые очень хорошо отзывчивы на улучшение условий выращивания, влагообеспечения, улучшение плодородия от почвы. В то же время мы ведем селекцию на засухоустойчивость. И вот перед вами слайд. В чем разница обычных и засухоустойчивых сортов? Пожалуй, первое в мире направление, которое начинает развиваться в нашем институте, это устойчивость к затенению сорными растениями. Устойчивость, ну, плачу на говоря, конкуренции с сорняками. Есть сорт, и о нем позже расскажу. У нас созданы сорта, которые можно выращивать даже в Восточной Сибири. Левый и нижний слайд. Иркутская тайга. Сорт баргузины. О нем тоже скажу. У нас целая линейка сортов, которые можно сеять на месяц раньше оптимальных сроков. Если у нас на юге России, обычно сеем в конце апреля, можно сеять в конце марта. Соответственно, получать более раннее созревание этих сортов и более высокий урожай. Ну и селекция, опять же, уникальная селекция. Это наша отечественная разработка, разработка нашего федерального научного центра. Устойчивость к подтоплению. Вот такие направления адаптивности. И далее кратко расскажу о тех сортах, которые созданы по вот этим направлениям селекционной адаптивности. Первые сорта Puma, Vita, Kora. Это у нас группа очень ранних сортов. Здесь на широте Краснодара созревает, ну, в среднем за 95-100 дней. Успешно возревает. И все эти сорта пригодны для летних посевов, пуски, уборки азимных колоссовых. В более северных регионах, а эти сорта можно высевать на широтах до 52-53 широты. Это примерно полоса Тамбов, Липецк, Рязань, Орел. Они тоже возревают, но не уходят из категории очень ранних, переходят в категории средне-спелых, средне-поздних. Тем не менее, они возревают и дают очень хорошее урожай. Следующий сорта, Сорт Слави, это первый в России. Холодо-заморозкоустойчивый сорт, заскоустойчивый сорт за счет очень глубокой кормевой системы. Вообще уникальный сорт, он сейчас является материнской формой для многих наших новых сортов. Сорт Олимпия. Вот этот сорт адаптивен к улучшению условий выращивания. Улучшение влагобеспеченности, улучшение плодородия почвы приводит к увеличению урожайности более чем на 40 центнер. Сорт Селена. Тоже адаптивный сорт. Этот сорт, опять же, уникальный сорт. Он создавался для засушливых условий выращивания. И он имеет особенность, он может поглощать труднодоступные запасы влаги в почве. Когда другим формам соя вода уже недоступна. И в то же время этот сорт очень хорошо отзывчат на улучшение условий выращивания. Следующие сорта Юбис, Чара, Барс и Ни. Это линейка сортов средне-ранних. От ранних до средне-ранних. Очень отзывчиво на улучшение условий выращивания. В то же время выдерживают заморозки, особенно сорта Юбис, Барс и Ни. До минус 5 фазов сходов. Их можно сеять на юге России на месяц раньше. Но мы здесь у себя можем их посеять в конце марта. И прибавки урожая при сихранных посевах они обеспечивают плюс 4, плюс 6 центнер. Сорт Зара. Это из новой линейки сортов. Сорт отличается очень высокой отзывчивостью на улучшение условий выращивания. И в то же время в нем есть комплекс гинов, обеспечивающий его высокую холодоустойчивость и слабую чувствительность к коротким ранневесенним дням. И сорт Вилана. Это, ну, он уже не новинка. Это наш классический сорт. Самый урожайный сорт в России. Доказанная урожайность в производственных условиях 57,1 центнера. Он довольно длинный видосный период имеет. Здесь, на Кубани, 117-120 дней. Поэтому он достает, ну, не более чем до 48 широты. Тем не менее, по югу России он в состоянии обеспечит за счет комплексов гиновоадактивности очень высокие урожаи. И последние две новинки, которые завершают государственные сортовы испытания, это сорт Вилана Бета и сорт Багузи. Начну с Вилана Бета. Делали мы его с участием сорта Вилана. Этот сорт полностью сохраняет все достоинства, в том числе высокую или почти сверхвысокую продуктивность. И в то же время это первый в мире сорт, который может удерживать подтопление до месяца. И этот сорт формирует удвоенный урожай при очень сильном засорении и затенении шарколистными сорными растениями. Там очень хитрая система, она является уникальной разработкой, принадлежит нашему федеральному научному центру. Никто в мире этими не занимается вещами. Тем не менее, сорт у нас есть, и мы надеемся, что в следующем году он будет включен в государственный реестр. И сорт Багузин. Это первая из нашей новой линейки сортов для возделания на северных границах ареала соеводства в России. Этот сорт мы делали совместно с иркутскими коллегами. И он себя очень хорошо показывает и дает урожай до 30 центнеров в Иркутской тайге, в Восточной Сибири. Очень хорошо в этом году себя показал в Липецкой области. Мы там его испытывали и даже начали семеноводство. И мы надеемся, что после включения государственного регистра в следующем году он будет допущен к производству в семи регионах Российской Федерации. Следующий слайд сделать не листает. И в завершение соевой темы, посмотрите на два правых слайда, тут карты климатические, верхняя, синяя. Это температура воздуха. Сумма эффективных температур выше 10 градусов годовые. И если вы посмотрите, то большая часть Российской Федерации в голубом и в синем цвете. Это значит, это очень холодные условия. С температурами среднегодовыми 0 и ниже. И только юго-запад России находится в зеленой зоне, где довольно высокие температуры. И там можно выращивать такую теплолюбую культуру, как соя. И нижний, в правом нижнем углу, это гидротермический коэффициент. Зеленая окраска говорит о том, что осадка выпадает больше, чем испаряется. А вот желтая, оранжевая говорит о том, что осадка выпадает меньше, чем испаряется. То есть условия с дефицитом запаса влаги. И если мы посмотрим с вами на левый рисунок, карта России и зеленый, выделены те регионы, где возделывается соя. Оказывается, у нас в России соя возделывается преимущественно в условиях дефицита запаса влаги в почве. И в том числе она выращивается там, где по западным меркам она не должна выращиваться вообще. Слишком холодно. И вот эти регионы заняты сортами соя нашей и других учреждений российских селекций. Благодаря тому, что мы ведем очень активно и многие годы селекцию на адаптивность.